Всем привет! С вами дядюшка Розе. Как ваше настроение? Как ваше ничего? Обновление Lineage 2 Mobile 25.10.2023 года. Давайте посмотрим, что же нам предлагает обновление. Она нам предлагает новую Астру. Открываем меню. Пробудить. Это у нас шестая пестра. У нас появляется шанс тройного урона. Первый скил, если вы захотите пробудить, он вам даст уменьшение сопротивления урона по области цели и увеличивает получаемый ей урон по области. По этим, то надо топить вот сюда до 9, потому что 9 это максимальный тройной урон. Вы с этой ветки возьмете и тут мы видим увеличение урона от обычных атак и снижение урона. Максималочку, да, мы берем. Максималочка будет на 11. То бишь, если мы сюда пойдем, да, мы видим тут больше как бы в пвп сторону идет, но абсолютное уклонение от обычных атак. Шанс агрессии, шанс удержания, безмолвие, ослепление. Очень интересно. Также апнули очень круто копейщика. И сильное копео. Пассивный навык, очень крутой навык. Увеличен урон. Ну, в целом, радиус атак увеличен, урон увеличен, количество целей увеличено. То бишь, он еще лучше станет пармить. И также некоторые скилы стали восстанавливать хп. Добавлены два новых агатена. Кумихо и лунный кролик. Один героический. Вот Кумихо. Девятихвостый лист канохи. Наруто узумаки. Два донатных агатена. Также коллекции с ними. Видим точность, физзащита, сопротивление умений. Шанс тройного урона. Шанс двойного урона. Кумихо и Гарпия. Добавлена система активности на сервере. Будут накладываться на вас дополнительные эффекты положительные. Сопротивление умений. Весь урон. Увеличение накопления энергии. Активность на сервере растет за счет торговли при помощи обмена и возврата опыта предметов после смерти. За большую активность начисляются награды. Арена остров древних. Добавлено мировое подземелье. Восьмой этаж башни дерзости. Добавлен босс. Галаксия. И безумная галаксия. Очень интересно. Дебафы на восьмом этаже. Добавлены кристаллы души, естественно. Добавлены новые предметы. Редкие и улучшенные. Также с этими предметами добавлены коллекции, естественно. Смотрите, смотрите. И защита, крит атака, шанс двойного урона, точность уклонения от всего. Сопротивление урона от умений плюс два. Сопротивление урона от умений плюс один. Крит атака обычных атак. Точность ПВЕ. Обновлены ивентовые коллекции башни дерзости. Временные коллекции. До 20-го, 12-го. Так. Управлена ошибка. В 12 часов дня присылается письмо энергии Энхасад. Часы жуткого города, светильника Джека. Ивент. В котором будут расходнички и мусор. Добавлен вот такой вот бонус на 14 дней. 1 тысяча Атены. Ежедневный бонус. 3 тысячи энергии Энхасад. Первый день 10 тысяч орденов. Баф на 6 минут 5 свиточков. Карты класса 11 раз. Часы на выбор. Вот такая вот тыковка. Здесь еще антикварная вещь. Вселенный камень магии. Цветки модификации. Магические фрагменты нового измерения. Кристалл святости. Кристаллы души. Зелье развития. Знаки поручения. Цветки битвы. Карты с агатенами. Цветочки на выбор. Перед финальная награда кошачья панда 11 раз. И финальная награда героический кристалл души. Случайная душа. И такое уж очень интересное. За донат. Ежедневная помощь в виде карт. Бонус на 7 дней. Ежедневная карта. Улучшенный легендарный по 11 раз. И по дням. Ну тут мы видим по дням. Вы можете выбрать или карты класса, или карты агатена. Редкие героические. Опять карты агатена. Карты класс на выбор. И финальная награда. Карта класс мастера. Сияния. 11 раз. От редкий до легендарный. Кому нужны зеленые и синие карты, то очень неплохой бонус. Также в городах стоит статуя, у которой можно взять баф на 4 часа. Весь урон плюс 2. Снижение урона плюс 1. Точность плюс 1. Появляется NPC, в которой есть мешочки. За адену. Можем достать свитки модификации. Ага. Это ежедневно. Это ежедневно. А второй мы можем покупать сколько хотим. И винтовое оружие. Которое можно добавить в временную коллекцию. И временная коллекция будет до 29 числа. 11 месяца. Вот эту нужно закрыть коллекцию. Вторую. Накопление энергии и урон от умений. Очень вкусненько. Также добавляется и винтовое подземелье. Жуткий город светильника Джека. В котором очень неплохо можно подкачаться. И также тут появляются боссы. Такие боссики. Дроп, который выпадает с босса. Получает тот, кто нанес больше всех урона. То бишь, надо собираться в пати. Но я не знаю, кто это будет делать. Потому что я не уверен, что там прям свитки модификации будут так падать хорошо. Блосовенные усиливающие камни магии. Фрагменты. Рецепт создания героических предметов. Украшения. Оружие доспехов. Мы открываем карту. И через определенное время появляются такие головы. Через рандом ТП на них прыгаем. Не скажу, насколько это профитно. Не знаю, есть толк гоняться за этими тыквами, конечно. Очень интересно. И также пропуск. Который покупается за миллион адены. И в котором очень много виталки. Взносы клана там. Ничего такого сверхъестественного нет. Есть смысл побить мопов в жутком городе Светильника Джека. Обычные героические души. Когда же смена сервера, да? Этого никто не знает. Трансфер. Смена сервера. Обращайте каждую среду внимание. По сейчасу дня. Это магазин алмазов. Смена сервера. Смотрите вот сюда. Каждую среду. Также добавляется смена класса. Давайте, если я захочу, смага. Может тут что-то поменялось. Давайте посмотрим смага. Сменить карту. Сменить оружие. И сменить все скиллы. 158 монет. Одна монета стоит 100 алмазов. 16 тысяч алмазов, чтобы поменять класс скиллы и оружие. Если вы хотите видеть дядюшку Розе в пике, то пожалуйста. Также добавляется вот такой вот сундучок за донат. Карты улучшенные легендарные 2 штучки. 2000 алмазиков в сундучке. Ордена славы. Знаки поручения. 150 реликвий. Ну не знаю. Также добавляются обычные паки, в которых будет зелье пробуждения. Потому что астер добавили. Реликвия энергии. Расходнички. Карты с кумихо ледяной кролик. Так, добавляется шквал сахи. Шквал сахи не только баф. Но также за него можно создать различные предметы. Так себе. А вот книги наследника. Это очень вкусно. Именно красные. Можно попытать удачу. Также книги можно добавить в коллекцию и в алхимию. Вот этот очень интересный свиток. Если кто-то крафтил в комментах, напишите, как он себя показывает. Как бы 20% крафта. Урон по области наносит. Его можно вставить с неким шансом в оружие. Он будет наносить урон по области. Паки с классами. Улучшенные легендарные. Улучшенные героические. Расходнички. Реликвию энергии просто так не используйте. Если вы новичок. Вы сделаете. Создаете вот такие вот урны. Благосовенной святой водой. Инхасад. 10 в день можно создавать. Она накидывает не только энергию. Инхасад. Но и апает процент. А на этом обновления подошли к концу. С вами был, как всегда, дядюшка Розе. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok